Здравствуйте! В эфире программа День города и Марина Комиссарова в студии. Смотрите сегодня. Увидеть героев Брестской крепости предлагают рязанцам. Вскоре в городе откроется уникальная экспозиция. Первый раз на первый курс. Вчерашние абитуриенты прослушали вводную лекцию в медицинском университете. В ногу со временем, какие технологии появились у современных библиотекарей. До начала учебного года остаются считанные дни. Каждый школьник и студент пытается воспользоваться возможностью отдохнуть как следует. А вот вчерашние абитуриенты, оказавшиеся в списках поступивших, с нетерпением ждут начала учебного года. Сегодня в Рязанском государственном медицинском университете состоялась встреча с первокурсниками, на которой побывал Валерий Седов. Будущие студенты медицинского университета сегодня проходят последнюю ступень перед тем, как начать свое обучение. В этом году в ВУЗ поступило почти тысяча человек. Из них только половина на бюджетной основе. Средний проходной балл текущего года намного выше прошлого. Самый высокий у стоматологов – 291. Проходной балл на лечебном и педиатрическом факультете – 251. В зрительном зале – первокурсники и их родители. Многие стоят в проходе, потому что сидячих мест попросту не оказалось. Но все они одинаково волнуются. Еще бы, ведь пройдет еще немного времени, и они будут учиться одной из самых важных и ответственных профессий. Я была очень рада, это была моя цель. Я рада, что я этого достигла, и пришло у меня волнение было ужасное. В основном положительное, лучшее. Что поступил сюда, буду учиться, буду спасать людей. Продолжать династию, но у нас в семье все дидемедики. Буду продолжать династию медиков. Хочу стать хорошим специалистом, чтобы слышать от людей просто спасибо. Роман Калинин, ректор медицинского университета, говорит, что ни родителям, ни первокурсникам не о чем волноваться. Будущие студенты теперь в руках настоящих специалистов. И обучаться они будут на современном оборудовании. Родители же смогут следить за успеваемостью своих детей онлайн. Прямо с домашнего компьютера. Первокурсникам переживать также не стоит. Любую возникшую проблему, по словам ректора, будут решать вместе. Помните, что наша успешность, наше движение является вашей включенностью в работу. Безусловно, это именно так. Почти 500 опытных преподавателей примут в свои надежные руки молодых, неопытных первокурсников. И со следующей недели они начнут постигать азы мастерства. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Законопроектам предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года. Но муниципальным образованием будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Как отмечают парламентарии, установление 1 сентября в качестве единой даты начала учебного года продиктовано давней традицией единоначалия и уравнительного единообразия, усиленной установлением на эту дату празднования Дня Знаний. Однако обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года. Из-за Курбан-Байрама в Рязани изменят движение автобуса номер 17. Об этом сообщил сайт администрации города. Один из крупнейших мусульманских праздников будут отмечать перед гипермаркетом в поселке Борки. С 4 утра до 8 часов 15 минут там перекроют движение транспорта. В это время автобусы номер 17 будут ехать напрямую по северной окружной дороге, минуя остановку возле ленты. Рязанские последователи ислама отметят Курбан-Байрам на площадке в Борках. Об этом сообщило Духовное управление мусульман региона. Праздничные мероприятия и коллективный намаз пройдут в пятницу 1 сентября. В других новоселенных пунктах региона также пройдут праздничные намазы. Подробнее об этом можно узнать на сайте Духовного управления мусульман. Курбан-Байрам или Ид-Аль-Адха – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. В 10-й день месяца Зуль-Хиджа – в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Все мусульмане это празднуют каждый год. Оказаться в прошлом, а именно в 22 июня 1941 года в Бресте и увидеть героев Брестской крепости, предлагают рязанцам, в городе готовят выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Сейчас подготовка выставки в самом разгаре, а ее открытие приурочили ко дню завершения Второй мировой войны. Экспозиция расскажет о героической защите Брестской крепости от неожиданной атаки немецких войск в первые дни Великой Отечественной войны. Трехмерная панорама – такой формат у этой выставки, помогает представить, какой была обстановка 22 июня 1941 в ее центральной части. Если кто-то когда-то был в панорамах, то он поймет, что это нечто иное, что здесь мы с вами попадаем реально на поле боя, на поле сражений, и мы увидим бой за Брестскую крепость как со стороны улиц, так и со стороны казематов, казарм. Причем здесь самое главное – это люди, это рассказ о людях, о тех героях, которые в первые дни войны выполнили свой долг, выполнили свою воинскую присягу. В выставочном зале посетитель находится среди казарм, подвалов, внутреннего двора, берега реки. Выставка носит название «Герой Брестской крепости». Образы ее защитников запечатлены в скульптурах, для многих из которых прообразами послужили реальные участники тех событий. Один из них – капитан Иван Зубачев, уроженец Рязанской губернии. Он руководил обороной цитадели вместе с другими командирами. Они сейчас принимают решение о том, что делать защитникам Брестской крепости. И, возможно, на столе будут разложены документы, и мы увидим что-то похожее на черновик приказа номер один, легендарный приказ номер один. И мы знаем, что он был составлен капитаном Зубачевым, именно поэтому он в центре, он здесь, и они как раз составляют этот черновик документа. Война вырвалась в выставочный зал. Ночью 22 июня 41-го по спящей крепости открыла огонь вся имеющаяся в 12-м армейском корпусе артиллерия вермахта. От Брестской крепости серьезного отпора немцы тогда не ожидали. Основные силы гарнизона отбыли в летние лагеря. В самой крепости остались 7 батальонов, ремонтники, тыловики и семьи офицеров. Те, кто в ней находился, как они выглядели и что их окружало, мы видим сегодня на экспозиции. У нас есть идея показать в этом окне командира, его жену и детей, поскольку на территории Брестской крепости находились не только военные, но еще и мирные населения. Поскольку это действительно было, мы это действительно показываем. Сейчас в этой стороне художники дописывают баннер, это последние штрихи. И на живописном полотне мы видим, уже происходит бой. Это внутренний двор цитадели, где происходит сражение днем 22 июня. Бойцы вермахта и против наших красноармейцев, многие из которых не успели одеться, не успели взять вооружение с собой и сражаются подручными средствами. Сейчас уже понятно, что экспозиция займет около 400 квадратных метров и зритель сможет буквально окунуться в жестокую атмосферу того дня. Для того, чтобы впечатление осталось сильным. Над каждым элементом тщательно работают художники. Чтобы человек зашел и увидел атмосферу войны, чтобы создать фактуры натуральные, которые были в те времена по цвету, по живопису, по краскам, чтобы все было достоверно. Но особенность в такой экспозиции – это не только передать в красках реальность давно произошедших событий, но и показать историю, которая кроется в деталях. Перед нами герой. Сейчас над ним еще ведется работа. Мы видим, что у него будет топор. Причем такая деталь – топор будет взят с пожарного щитка. То есть мы понимаем, что в первые минуты, естественно, где-то царила паника. Склады с вооружением находились отдельно, с боеприпасами отдельно. То есть в первые секунды, в первые минуты была нехватка вооружения. Мы показываем, что этот молодой боец, схватив топор как раз со щитка, спрятался за броневик и поджидают немцы здесь. Организаторы выставки уже известны во многих городах России. Идея принадлежит команде «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Все их предыдущие выставки были также посвящены событиям Великой Отечественной войны. «Основа нашей команды – это поисковый отряд в Сильбург. То есть мы много лет занимаемся поиском солдат. И через призму поисковых работ рассказываем, показываем о войне. То есть не просто взяв исторический аспект, посмотрев фильмы, нет, она гораздо глубже и ближе. А для меня Брестская крепость – это символ мужественности и стойкости. Это память о моем детстве, когда я помню, что в гостиной у моей бабушки были сувениры из Брестской крепости и открытки, которые я рассматривал». Выставка «Герои Брестской крепости» начнет работу с 3 сентября в здании бывшего торгового центра «Полсенаут». Библиотека Горького – крупнейшая книгохранилища области. Здесь можно найти художественную, научную литературу, периодические издания и документы от прошлого века и последних лет. Дело библиотекарей связано с определенными устоями и традициями, но новые технологии сотрудники тоже активно используют. Фраза «Тишина должна быть в библиотеке» знакома каждому ее посетителю. Еще бы, ведь почти каждый Рязанец в свое время становился гостем этого поистине необычного заведения. Может быть, в школьные годы или когда стали чуть постарше. Стеллажи с потертыми книгами, увесистый абонемент и тихий читальный зал. Теперь все изменилось. Если человек давно не был в библиотеке, то его ожидает настоящий сюрприз. Бумажные абонементы стали историей. Теперь в ходу электронные карточки. Библиотекарю достаточно просканировать штрих-код и все данные отобразятся на компьютере. Какие книги выбрали, что не успели вернуть. К тому же, каждого человека фотографируют на его электронный пропуск. Можно сказать, что он поистине именной. Как заявляет директор библиотеки, Наталья Гришина, обновляется библиотека постоянно. И происходит это потому, что в этом процессе заинтересованы сами посетители. За последние годы у нас появилось новое библиотечное пространство, которое мы освоили. У нас появились зоны для отдыха, общения, приятные читальные залы, оснащенные необходимой техникой. Читальный зал также не узнать. Здесь, например, появилось кресло психологической разгрузки. Как заявляют работники библиотеки, тут очень любят сидеть студенты после тяжелого учебного дня. Наша съемочная группа попробовала понять, почему. Ответ был найден сразу же. Оно комфортное и удобное. Также в отдалении расположились кресла для тех, кто хочет посидеть в тишине и покое. Никто не отвлекает от приятной книги в руках. Новшества не обошли стороной и любителей гаджетов. Каждый столик оборудован розеткой. А в самой библиотеке – зона бесплатного вай-фая. К тому же пополняется библиотека не только бумажными книгами. И имея в своей коллекции от трех миллион, два, три книг и источников на материальных носителях, на бумажных, мы имеем до 5-6-8 миллионов источников в электронном виде. Люди не перестают ходить в библиотеку. Коллектив регулярно организовывает необычные мероприятия, которые также полюбились жителям города. Если мы действительно хотим развиваться и быть страной передовой, и мы заинтересованы в своем собственном развитии, то без книг, монографий, статей, как в электронном виде, так и в печатном виде не обойтись. Поэтому у библиотек прекрасное будущее. Последние годы специалисты называют временем прощения с бумагой. Но можно смело заявить, что прогнозы их неправильные. Электронная книга бумажную заменить точно не сможет. В этом году в Рязанской области пресечено более 600 наркопреступлений. Вместе с тем, обстановка остается непростой. Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков растительного происхождения остается приоритетной для различных ведомств и структур. Было отмечено, что в первом полугодии 2017 года у МВД России по Рязанской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, которое действовало одновременно на территории нескольких регионов Рязанской, Воронежской, Курской, Ярославской областей и Республики Татарстан. При этом руководители ведомств отмечают, что наркоторговцы идут на самые разные ухищрения, чтобы избежать ответственности и пытаются использовать любые методы с целью привлечения новых клиентов. Московские оперативники задержали 25-летнюю жительницу Рязанской области, подозреваемую в совершении мошеннических действий. Об этом сообщает Главное управление МВД по городу Москве. В полицию от двух москвичек поступили сообщения о мошенничестве. Установлено, что неизвестная позвонила 58-летней и 61-летней женщинам на домашние телефоны и, представившись социальным работникам, сообщила, что им положены компенсации к пенсии. В разговоре злоумышленница обманом узнала у потерпевших данные их банковских карт якобы для безналичного перевода денег. В тот же день с их счетов были похищены денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по северно-западному автономному округу города Москвы задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Ей оказалась 25-летняя приезжая из Рязанской области. Следствием ОМВД России по району Южная Тушина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Подозреваемые избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий, задержанные с просьбой звонить по телефону 8 4 99 194 11 85 или в службу 102 с мобильных телефонов 112. Михаил Пуляев уступил в финальной схватке в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира, проходящем в Будапеште. В поединке за золото россиянин уступил японцу Хифуми Абе. Обладателями бронзовых наград стали грузин Важа Маргилашвили и израильтянин Тальф Ликер, сообщает ТАСС. 30-летний Пуляев стал трехкратным серебряным призером чемпионатов мира 2014, 2015 и 2017 годов и бронзовым призером чемпионата Европы 2014. Здание Дашковской богодельни теперь охраняет полиция. Наряд работает на постоянной основе. Общественники совместно с казаками и сотрудниками инспекции культурного наследия Рязанской области продолжают охрану бывшей Дашковской богодельни. Напомним, здание на улице Затинной построили в конце 18 века. За это время его использовали и как богоугодное заведение, и как жилой дом. В этом году последних жильцов расселили оттуда по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Почти сразу же в здании начали орудовать мародеры. Не обошлось и без пожара. Регулярно охранять памятник истории решили неравнодушные рязанцы. Федор Провоторов осенью покинет пост главы Касимова. Его фамилия не фигурирует в списках зарегистрированных кандидатов на предстоящие очередные выборы в Гордуму. Документы опубликованы на сайте города. Согласно базе данных Центра избиркома, Провоторов вообще не выдвигается. Также в выборах не участвует его заместитель Ирина Пришвина. В прошлый раз Провоторов и Пришвина баллотировались от «Единой России». Теперь партии выдвинуло по их округам предпринимателей Александра Сучкова и Сергея Решетникова. Список возглавляет Олег Семенов, депутат действующего созыва, директор спортшколы «Лидер». Выборы назначены на 10 сентября. Федор Провоторов возглавил Гордуму Касимова и муниципалитет в 2012 году. До этого он был мэром Рязани и главой города. 11-летний художник удивляет жителей Касимова не по-детски серьезными работами. Талант мальчика заметил его преподавательница. А трудолюбие и четко поставленные уже в столь юном возрасте цели – главный залог успеха юного дрования. Недавно у школьника открылась персональная выставка. Андрей Савин учится в 4-й Касимовской школе. Ровесники к творчеству 11-летнего художника относятся с большим интересом. Учитель изобразительного искусства Наталья Вьюгина сразу заметил у мальчика тягу к рисованию. Рассказывает, что одноклассники ждут, когда Андрей начинает выполнять задания и садятся поближе к нему. Хотят научиться рисовать также. У меня есть ученики, которые выше учителя что-то достигают. Мне кажется, для учителя самое главное. Первая выставка Андрея Савина прошла в марте. Мальчик подумывает стать архитектором. Говорит, мол, рисовать это хорошо, но в жизни должно быть серьезное образование, где рисунок можно применить в деле. На счету юного Касимовца уже многочисленные победы во всероссийских конкурсах. За ранние успехи он благодарит своих учителей. Учитель Наталья Юрьевна из школы. Она меня ко всему подталкивала, записывала на разные конкурсы, помогала мне во многом. Раньше семья Савина жила в двухкомнатной квартире, и у Андрея не было места для творчества. Два года назад переехали в дом. Теперь у юного художника есть своя мастерская. Но в нее никто не заходит, когда Андрей садится за мольбер. Мама мальчика подчеркнула, юному творцу нужен своеобразный вакуум для выплеска эмоций на холст. Увлечения Андрея не заканчиваются кистями и красками. Он любит спорт, много читает, но у него своя небольшая библиотека. Сейчас семья ведет переговоры с выставочным залом в Альзиане. Возможно, работы юного Касимовского дарования скоро увидят на региональном уровне. Андрей планирует показать Мещерский край, леса и просторы. По его словам, это то, что вдохновляет начинающего художника больше всего. На этом у меня все. До свидания. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ